Как сделать быстрое укрепление и красивый экспресс-дизайн? Сегодня расскажу. Всем привет, меня зовут Нагима, я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня отманикюрить надо мою правую руку, и да, вам не кажется, здесь просто покрытие гелем без топа, без дизайна, потому что в какой-то момент я переделывала себе маникюр, закончила на этом этапе в 3 часа ночи, на следующий день решила, что сделаю дизайн с покрытием топом, но мне стало лень, потом еще раз лень, в общем, и так отходило 3 недели. В общем, снимаю этот недоманикюр, конечно, очень тяжело это делать левой рукой, но что поделать, выбора особо нет, поэтому я немного снимаю сначала с помощью аппарата старое покрытие, а потом немножечко доработаю поверхностной пилкой. Старое покрытие относилось хорошо, никаких отслоек нет, поэтому коррекция будет максимально быстрой, но для того, чтобы сделать было и легко, и просто, нужно хорошо подготовить ногтевую пластину, поскольку снятие я сделала некачественно, как я уже сказала, левой рукой это делать сложно, то доработаем все пилкой, сделаем ровное основание, для того, чтобы материал, которым будем укреплять ногти, лег тоненько, ровненько, красивенько, в общем, без проблем. А вот это небольшой косячок от моей работы пилкой, да, немного цепануло кожу, но ничего страшного, аккуратненько шлифанем, это при помощи фрезы, когда будем делать маникюр. Сейчас нам нужно отодвинуть кутикулу. Это, кстати, очень важный этап, от того, как качественно мы это сделаем, будет зависеть чистота нашего маникюра. С недавних пор я подружилась с таким классным инструментом, как тупое пламя, и мне очень нравится выполнять им маникюр на левой руке особенно. Как мне кажется, так получается безопаснее, быстрее, плюс я обычно делаю покрытие каким-нибудь камуфляжем, мне не нужно глубоко копаться под кутикулу, мне не нужно под кутикульное пространство, потому что я не буду прокрашивать ничего цветом, и такой инструмент к тупое пламя идеально помогает сделать не глубокий, но чистый маникюр. Вот, сами посмотрите, какая красота получается, все чистенько, аккуратненько. В общем, я довольна и стала себе выполнять и на левой руке маникюр при помощи этой фрезы. Срезку тикулы выполняю при помощи кусачек. Как я уже много раз говорила, на себе мне почему-то удобнее работать именно ими, и делаю это максимально аккуратно, маленькими шажочками, потому что в последнее время почему-то часто себе режу. Мало того, что это вызывает какие-то неприятные ощущения впоследствии, так и на видео еще смотрится некрасиво. А я хочу, чтобы вы узрели, какой прекрасный маникюр у меня сегодня получится. Поэтому работаем максимально аккуратно. После того, как мы полностью закончили с обработкой, очень важно хорошенечко обезжирить все ногти, потому что следующий этап – это покрытие. Как обычно, я буду выполнять укрепление гелем, но в первую очередь нам нужно сделать подложку из эластичной базы. Покрываю сразу два пальчика, сначала у меня такая черновая проходка, а потом дорабатываю зону у кутикулы. После тщательной просушки обязательно снимаю липкий слой с базы, дабы избежать конфликта материалов. А теперь барабанная дробь, и вот он главный герой этого видео – квик гель Атериск. Во-первых, баночка – это отдельное эстетическое удовольствие, по крайней мере для меня. Во-вторых, линейка АМ обладает вот такой вот мембраной защитной. Наконец-то производители о нас подумали, и не нужно самостоятельно вырезать никакое окошко для того, чтобы гель не вытекал. Можно, во-первых, легко открыть баночку с гелем, и потом вот эту же защитную пленку назад приклеить. Но, если честно, я ее просто убрала, и буду дальше вот так пользоваться. И у меня стоит гель уже какое-то время, и, слава богу, ничего не вытекает. Гель взяла на пробу, поэтому выбрала такой супер натуральный оттенок. Он очень красивый, я в восторге. Но главная его фишка в том, что он жидкий и очень прочный. Благодаря этому работу можно выполнять быстрее. Для меня это актуальненько, потому что не хочется 3 часов ночи сидеть перед себе ноготочки. Поэтому делаем тонкую подложку, и будем ставить каплю геля. Посмотрим, как он выравнивается. Если честно, я уже отвыкла от того, что материалы могут быть такие жидкие. Конечно, когда я переходила с баз на работу с гелем, гель казался супер густой, неудобный. Но потом я привыкла, и сейчас работа с базой, либо с таким супер жидким гелем для меня мега комфортная. Кстати, я давно искала подобный жидкий гель. Раньше использовала ликвид гели. Мне прям очень актуальна такая консистенция для маникюра на правой руке. Ведь для меня, правда, это была проблема с густым гелем. Только намучаешься, время потратишь на клиенте, я думаю, тоже будет суперудобно работать такой консистенцией. Но, как я уже сказала, важный момент – это качественная подготовка. То есть ноготь должен быть ровненький тогда, и процесс покрытия этим гелем будет очень комфортный и быстрый. Вот такие ногти у меня получились. Сейчас нам нужно будет выполнить опил, придать свободному краю форму, и где-то совсем чуть-чуть поверхностно пильнуть. Так что этот процесс у нас займет совсем немного времени. А еще я хочу заметить, насколько кайфовый оттенок цвета. Он такой полупрозрачный. Мне даже немножко жалко, что остался где-то старый гель, и он просвечивает вот на мизинчике, прям сильно видно. Мне он прям немножко даже подбешивает. Но ничего страшного дизайна, мы сейчас это закроем. Ну что ж, надо добить уже самому нелюбимый этап – это опил форма. Мы сейчас все быстренько сделаем, как я уже сказала, благо здесь пилить совсем чуть-чуть. После этого обязательно пойду помою ручки, уберу всю лишнюю пыль, и можно будет приступать к дизайну. Там все как я люблю – быстро, просто и красиво. Хорошенечко все обезжириваем, и для дизайна нужно будет подготовить ногти. Там, где у нас был поверхностный опил, я тоненько прохожусь гелем, таким образом заполняю бороздочки от пилки. Далее нам понадобятся два лака – белый и золотой, и штамп. Я взяла старенький, можно взять новенький, в общем, любой подойдет. Затем на палитру ставим капельки белого и золотого лака. При помощи скребка немножечко как бы по воздуху смешиваем их между собой, и получившуюся красивую текстуру переносим на штамп, затем на наши ногти. Эта техника называется эффект пленок. Для тех, кто уже знаком с ней, пожалуйста, любуйтесь в очередной раз красотой этого дизайна. Если нет, можете оценить его простоту, но при этом смотрите, насколько эффектный результат он нам дает. Сразу поделюсь моментиком, с которым столкнулась. Я не сняла липкий слой из геля, и в итоге мои пленки никак не отпечатывались. И получилась вот такая ерунда. Два первых ноготка мне безумно понравились, а два последних не очень. Но не боимся ошибок, просто стираем и переделываем дизайн до тех пор, пока он нам не понравится. Кстати, с клиентами я работаю по такому же принципу. Считаю, что дизайн должен быть в кайф. А нам осталось перекрыть ногти топом. Тут у меня тоже новиночка. Top IM от RISK. Консистенция прям как я люблю. Жиденькая. Но самый главный момент, что материал не скатывается с лака. И мы спокойно перекрываем наш дизайн. Сначала сделать тонкую подложку, потом поставили выравнивающую каплю. И пока ноготок в перевернутом состоянии, не забываем проработать изнаночку. В общем, вот такая красота у меня получилась. Обожаю этот дизайн. Понимаю, что он на любителя. Но, как говорится, на вкус и цвет все фломастеры разные. Артикулы на материалы оставлю в комментариях, либо в описании. А я надеюсь, что видео вам понравилось, было интересно и полезно. Если что, пишите вопросы свои в комментариях. А я желаю вам всего хорошего и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok